Каждый месяц Геймранкс собирает самые странные игровые истории со всего мира, и март был уж очень странным, по меньшей мере. Сегодня Геймранкс представляет вам 10 самых странных игровых историй марта 2017 года. Номер 10. Возможно, вы видели эту рекламу. Сделала её компьютерная компания Маус, и делают они игровые ноутбуки. Как и всё в Японии, это очень странно, но кажется ещё страннее, чем остальное. Похоже, нет совершенно ни одной причины, по которой они называются Маус. Это просто не имеет смысла. Также непонятно, почему они танцуют там, где кошка их хочет скушать, поэтому им приходится убегать. Это не просто странно, они вредят себе же. Разве кому-то нужен ноутбук от компании, где используются самовредительские маскоты? Номер 9. Вот этот ужасный глюк в MLB. Боже мой, этот глюк куда более стрёмный, чем любое страшное кино, которое вы когда-либо видели. Знаете таких людей, которые, может быть, не совсем люди, и смотрят в другую сторону, а потом они поворачиваются и сразу начинают бежать за вами очень быстро. Не по-человечески быстро. Даже такие случаи менее стрёмные. Этот глюк мерзкий, сюрреалистический и ужасающий. Всё самое страшное собрано в одном месте. Номер 8. Майкрософт наконец признались, что они ошиблись, решив ограничить перепродажу игр на дисках. Они сказали, что затея не прокатила. Но они попытались оправдаться, что всего лишь пытались произвести прорыв в сфере игр и развлечений. Серьёзно? Что, так сложно извиниться? Это была ужасная идея. Странно то, что вы просто не можете принести извинения. Дело не только в обратной связи. Никому эта идея не понравилась, и она не сработала. Неужели вы не можете просто признать свою ошибку 4 года спустя? Номер 7. Профессиональный геймер нашёл новое комбо в Street Fighter 2. Игре 26-летней давности под Super Nintendo. А сделал он это, воспользовавшись глюком, который позволяет веге висеть в воздухе. И хотя технически сами комбо были непреднамеренными, игра не перестаёт удивлять людей интересными способами столько лет спустя. Это признак хорошей игры. Такое увидишь не каждый день. Номер 6. Боссы CD Projekt Red, создатели невероятно популярной серии игр «Ведьмак», которые основываются на фэнтези-книгах польского писателя, признали, что даже они не имели представления, как делать игры в самом начале. Это просто были два парня, которые продавали CD-диски. Они рассказали о том, что Польша тех времён была дико капиталистическим местом с очень жестокой конкуренцией. Но всё же эти ребята смогли начать своё дело из ничего и вырасти до игровой компании в миллиард долларов. Они отобрали звание «Игры года» у всех крупнейших студий, и «Ведьмак 3» для многих является игрой года. Номер 5. Этот факт не такой странный, а скорее прикольный и необычный. Хотя в какой-то степени и странный тоже. Red Dead Redemption, одну из лучших игр всех времён, собираются добавить модами в Grand Theft Auto V. Там, к слову, намного лучше движок. Хотя немного и печально, что они это анонсировали, потому что их могут и прикрыть. Было бы неплохо, если бы народ делал такие вещи втайне, а затем анонсировал вместе с возможностью скачивания. Номер 4. Симулятор голого варвара спас фанком от банкротства. Вы догадываетесь, о какой игре я говорю. Conan Exiles. Каким-то образом, игра смогла буквально сразу оказаться повсюду и вернула все средства, потраченные на разработку, менее чем за неделю. Отчасти это потому, что такие игры очень хорошие и интересные. И это даже не полная версия игры. Она буквально в раннем доступе. В прошлом месяце они предоставили эту информацию, а не игру. То есть они заработали кучу, огромную кучу денег и продолжают зарабатывать. Номер 3. Была сделана компиляция анимаций лица из Star Citizen. Это очень популярная космическая игра, собранная на краудфандинге, по сравнению с другой очень популярной космической франшизой с корпоративным финансированием. Вы ни за что не поверите, но в Star Citizen анимация лица куда лучше. Их даже сравнивать не стоит, тут даже видны движения мышц. А вот в Mass Effect Andromeda все задаются вопросом, кто вообще такое допустил? Я не говорю, что Mass Effect Andromeda плохая игра, это не так. Я с удовольствием в нее играл, но вот с анимацией у них проблемы. Причем очень серьезные, в отличие от Star Citizen. Несмотря на все наше презрение в сторону Star Citizen, и под нашим я имею в виду все игровое комьюнити, несмотря на все это, они смогли нас удивить. Это очень впечатляет. Номер 2. Одного игрока в Лиге Легенд так раздражала его команда, что он разбил своей головой монитор в порыве ярости. Дело было в Китае, где онлайн игры очень важны. В интернете даже есть фотографии. Похоже, большинство людей в Китае играют в публичных местах вроде интернет-кафе. Он пропихнул свою голову прямо насквозь. Серьезно, она прошла ровно насквозь через монитор, как в каком-то мультике. Там даже осталась дыра в форме его головы. Такое не каждый день увидишь. Обычно, если кто-то ломает монитор, то он просто трескается или разламывается. Похоже, его голова так сильно кипела, что он просто смог проплавить монитор насквозь. Это впечатляет, хотя странно, что он решил так поступить. Номер 1. Это попадает под категорию крутого, но только в разделе «Зачем такое делать?» Парочка гениальных ребят использовали приборы для взлома машин, чтобы превратить их семейную машину в гигантский контроллер для Марио Кар. Все верно. Они перепрограммировали их машину в контроллер, используя сенсоры в машине, тормоза, руль, различные кнопки на руле. Все это ради игры Марио Кард 64. Они также приделали экран, потому что игру надо видеть, чтобы играть. Не поймите меня неправильно, это действительно круто. Так еще и уметь надо. Это определенно технологическое достижение, поскольку они использовали сенсоры машины для этого, всю внутреннюю электронику. Например, стеклоочиститель используется для специальных предметов. Но я так и не смогу понять причину, для чего это делалось. Разве что, если вам хочется вытаскивать очень сложную систему из вашей машины, когда она вам потребуется как машина. Странно. Очень странно. А какая странная история в прошлом месяце заинтересовала вас? Оставляйте комментарии. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Это видео переведено и озвучено при поддержке нашего патрона Павлика. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok